Бледно-желтый фасад дома номер 39 по улице Островского – единственное позитивное свидетельство прошедшего здесь капитального ремонта. За обновленный внешний вид при никак не устраненных и даже обострившихся проблемах с канализацией, жильцы дома называют свой район потемкинскими деревнями. Губернатор призывает, чтобы фонд жилищного капитального ремонта работал вплотную с жильцами, с собственниками. Ну вроде бы чего сложно, понятно все. Лет 10 уже про эту канализацию говорим. Вот приходится управляющая компания, зачем им прочищать трубу? Он берет дырку пробил, отверстие в этой и все в подвале. Клубы пара в подъезде не рассеиваются никогда. Влажность, как в бане, на входной двери налить, на окнах испарена. Мы поднялись на четвертый этаж, окна здесь запотевшие, они открыты для того, чтобы запах выходил на улицу. Весь этот пар идет из подвального помещения. С потолка верхнего этажа из-за высокой влажности осыпается штукатурка, падает кусками. Зловонные пары с канализацией проникают в квартиры. Ну то, что у нас рвется постоянно, постоянно. Мы вызываем 2-3 раза в неделю мастеров вот этого Антона. Мы его зовем. Из подъезда нельзя выйти, из квартиры выйти просто нельзя. Соседнюю квартиру не видно. И вот это вот вся вонь. Проблемы с канализацией мучат жильцов дома много лет. И капитальный ремонт был их последней надеждой. В 2015 году отремонтировали фасад и заменили трубы холодного водоснабжения. В 2016 трубы для горячей воды. И уже за последний месяц их прорывало 7 или 8 раз. Кипы, писем, подшитые уже в целый том, которыми люди отчаянно взывают о помощи к властным структурам и компетентным организациям, не оказывают должного воздействия. В ответных письмах на приемах министров и заместителей жителям предлагают вариант выхода из ситуации. Мы когда ходили на прием к губернатору, там присутствовал замминистра, он нам сказал, вы заберите собрание, может быть вы и сброситесь и сами сделаете. Я собрала собрание. Люди у нас в основном старенькие, немощные и не такие богатые, чтобы выкладывать такие огромные деньги. Максимально, что мы можем выложить, это 80 тысяч рублей. Мало того, что подрядная организация, выполняющая капремонт дома, не устранила давних закоренелых проблем, после того, как на сайте фонда капитального ремонта дом 39 по улице Островского добавился в список с данных, люди в квартирах начали замерзать. Все потому, что изменилась схема отопления. Мы вам сделали по улучшенной схеме, которая уже старела. В старых схемах у нас все было тепло всегда, сейчас у нас холодно. У нас квартира угловая, то есть, соответственно, мы под всеми ветрами, а у нас маленький ребеночек. То есть, приходится одевать его очень тепло, на двое штан, на двое кофточек, как говорится. Вот, очень плохо. Дом построен в 64 году прошлого века. Капитальный ремонт канализации по плану в 2032. И это вызывает у людей недоумение. Для московской комиссии красота. В Рязани у нас капитальный ремонт и все проводят. Ну, пусть это комиссия, пусть губернатор, к которому мы приходим, ну, не лично к нему, а к его заместителям. Если он их сажает от своего лица, встречает рязанцев на прием, так пусть они за свои слова отвечают. Пусть они выполняют его указания к действиям, что вот эта программа капитального ремонта не для галочки людям здесь жить. Мы сделали официальный запрос и ждем комментария от фонда капитального ремонта.